мы будем молиться за то чтобы все кто отпал от веры они сегодня были возвращены возвращены к иисусу христу сверхъестественной силы его я попрошу вас дорогие гости помолиться сегодня за этих людей которые находятся под демоническим влиянием и под влиянием общественности и провозгласить свободу в жизнь давайте будем молиться в том числе за маргенштерна будем молиться тоже во имя иисуса аллилуйя господь слава тебе драгоценный господь дорогой дорогой мой человек дорогая душа если ты находишься сейчас каком-то депрессивном состоянии состоянии раздражения состоянии негодования или в состоянии претензий каких-то я хочу тебе сказать что ничего хорошего за этими дверями нет ничего доброго не приходит от этих состояний и я думаю что каждый человек включая маргенштейна я бы драгоценную душу невзорова тоже здесь упомянул потому что мне он нравится очень я знаю что все это очень талантливые люди но каждый каждый из вас каждый из тех людей кого ты знаешь кто находится в низком состоянии сам осознает и сам понимает что может быть это еще не дно но это далеко не вершина это далеко не самое высокое не самое лучшее на что они способны возможно у них есть разочарование в любви возможно любовь как-то извращенно выглядит в их в их глазах может быть кто-то извратил это может быть люди проходили через какое-то насилие социальное какое-то духовное через какое-то принуждение через какую-то деспотию в своей жизни и в поисках свободы пришли вот в эти состояния и что-то не поняли про любовь что-то не поняли про бога я знаю что господь он в каждом из нас в библии написано что бог вдохнул в человека свое собственное дыхание и она до сих пор там даже в душе отступника даже в душе низко упадшего человека и я думаю что каждый из нас мы прекрасно понимаем если мы захотим и обратимся мы увидим что что-то доброе что-то светлое в нас все еще живет и огонь до конца не угас и я сейчас молюсь о том чтобы бог добавил масло в светильник вашей души чтобы ваш свет весело начал гореть чтобы ваше состояние начало меняться для вашей же пользы чтобы ваше состояние начало менять и чтобы свои таланты свои дары свои способности ораторские музыкальные творческие свои силы вы могли потратить на что-то более высокое устремились к этому более высокому и получили наслаждение настоящий экстаз от того что вы являетесь каналами являетесь проводниками более высоких и здоровых сил потому что эта земля она нуждается в терраформировании она нуждается в новой атмосфере конечном итоге в библии уже описана судьба вавилона там сказано что ангел вылил чашу в атмосферу атмосфера изменилась и города вавилонские разрушились и мы знаем что все это вавилонское мышление она рухнет потому что атмосфера она рано или поздно поменяется и в конечном итоге в люди выберут добро чем бы ни жили в прошлом и когда наше состояние меняется меняются и наши концепции наши взгляды наука все и творчество все меняется тексты слова все меняется я не призываю какому-то формализму какой-то религиозной схоластики я говорю о настоящих реальных живых отношениям с богом который являет собой высшую справедливость высшую любовь который стремится всякая душа потому что всякая душа стремится к благу никто не хочет быть несчастной душой никто не хочет быть бедный несчастной душой и представь перед богом никто не хочет оказаться голым поэтому я призываю вас и молюсь сейчас чтобы бог послал своих ангелов подкрепил вас и дал вам такое сердце мудрая искренность настоящую искренность прежде всего эту искру которая уже приходит вас прямо сейчас и теперь никуда не деться от этого потому что вы уже проглотили эту искру она уже вас она начинает работать вас она будет разгораться все ярче и ярче так что зло опротивит вам зло станет тошнотворным эгоизм больше не сможет быть с чем-то значимым для вас и даже осознание себя какой-то личностью уже не будет вас больше вдохновлять вы пойдете к еще более высокому званию будете искать еще более важно чтобы соединиться с ним соединиться с вашим создателем слиться с ним в одно как и сказано в библии соединяющийся с господом становится один дух с богом мертвое все мертвое что критикуемое вами все что вас раздражает библия говорит предоставьте мертвецам хранить своих мертвецов выбери себе жизнь бог сделал нам великое предложение он сказал жизни смерть предложила тебе выбери жизнь чтобы тебе жить выберите жизнь выберите любовь настоящую искреннюю любовь она станет светом вашей душе это так как будто свечу внесли в храм и она осветит все что все что в вашем сердце и это сила преображения это сила любви я призываю вас призываю имя божье я молюсь о том чтобы уже сейчас дух святой начал могущественно двигаться и эти изменения они неизбежно начались вашей жизни я верю что и знаю что от бога никуда не убежишь никуда не спрячешься невозможно закрыться в свой шкафчик или в какую-то в ракушку своего мировоззрения ограниченного и думать что бог там тебя не найдет бог пройдет через все эти двери через все обстоятельства и он вдохнет в тебя это дыхание жизни и в конечном итоге сказано что всякое колено небесных земных и преисподних она преклонится перед именем иисуса христа и всякий язык исповедовать его господом это это неизбежно произойдет но лучше когда мы добровольно когда мы сами осознанно мы идем мы идем за богом когда мы делаем осознанные шаги в этом направлении выбирая добро мы не выбираем мертвую религию мы выбираем добро мы выбираем любовь мы выбираем истинного бога а он все оживляет он бог живых а не мертвых да благословит вас господь аминь аминь ольга попрошу вас также присоединиться к молитве дорогой небесный отец господь наш чудный благодарим тебя может за милость твою господи ко всем нам господи за благодать твою господи спасибо тебе боже за то что у тебя господи ни одна душа не забыта господи у тебя ни одна душа господи не выброшена господи но ты знаешь все господи называешь их по имени господи и ты больше всех нас господи хочет чтобы они вернулись к тебе господи и познали тебя господи по новому господи просто возродились господи в твоем духе святом и последовали за тобой бог молим тебя господь что сегодня они услышали твой голос господи твой нежный голос духа святого в их сердца господи и Мы обратились к Тебе, Господи, от своих мертвых дел, Боже. Пошли, Господи, к Тебе и пошли за Тобой, Боже. Растворились в Тебе, Бог. Были ведомы Тобой, Господи. И были названы Твоими детьми, Господи, Твоими сыновьями, дочерьми. Благодарим Тебя, Бог, за Твою милость, Боже, которая нескончаема, которая обновляется каждый день, Боже. Благодарим Тебя, Господи, за то, что слышишь наши молитвы, Боже. Славим Тебя, наш Бог. Славим Тебя, Бог.